Местом очередного рыболовного вояжа, организованного компанией Нормарк, стала дальневосточная река Копьев. Покорять ее воды отправилась дружная интернациональная команда. Компанию российским рыболовым-экспертам составили менеджеры финской фирмы Рапова Яри Копканин и Мика Вахатан. Как обычно, помимо рыбалки, предстояло опробовать в деле разнообразную продукцию, поставляемую концерном на отечественный рынок. В том числе спиннинги и катушки от Шимана, а также воблеры от знаменитой Рапова. Любая рыбалка начинается с подготовки, поэтому сейчас все заняты тем, что готовят свои снасти. Собственно, вот чем мы сейчас и занимаемся. Помимо новых снастей и приманок, фирма Нормарк привезла на Дальний Восток очень интересную монолеску. Хочется представить новую продукцию компании Sufix. Это леска Advance. Эта леска получила приз на международной выставке F-Tex. Главное ее отличие – превосходная износа стойкости. Также хочется отметить, что у этой лески практически нет памяти. И замечательна она еще тем, что ее не видно в воде, поскольку она великолепно поглощает ультрафиолет. Новая монолеска настолько мягкая, что ровно ложится даже на шпулю небольшой катушки. Наматывать такую леску – одно удовольствие. Дорога до места оказалась непростой. На нее ушло почти двое суток. Последний отрезок пути был уже по воде. От промежуточной базы в среднем течении реки на местных лодках-ульмагах предстояло добраться до самых низов. Там рыболовов ждала стационарная база. Конечно же, путь вниз по течению не обошелся без рыбалки. Получилось три в одном – и дорога, и экскурсия по реке, и рыбалка. Вторая половина августа считается не лучшим временем для рыбалки. Это своеобразное межсезонье между раннелетним и осенним жором-хищником. Массового захода проходных лососей в это время нет. Мальма и кунжи не рестятся. Рыбы в реке относительно немного, поэтому многие крупные хищники выходят на откорм в море. Зато погода обычно очень комфортная. Уже не жарко, но еще и не холодно. Рыболовы на трех лодках проверяли по пути вниз наиболее перспективные места. Первым отличился Микка Вахаталу. Ему попался небольшой голец. Маловато, конечно, но более крупной мальмы в этой части реки нет. Взрослые гольцы ушли на брачные игры в самые верховья. Властелином местных вод по праву считается Сахалинский таймень. Вскоре рыболовам удалось познакомиться и с ним. Правда, и эта рыба оказалась не слишком крупной. Хищник караулил добычу под корчей на перекате и не смог пропустить мимо себя воблер от фирмы Рапу. Разбой струи на перекате и слив с него считаются очень перспективными участками. На них держится много разной рыбы. Вновь отличился Мик. Просто рай вот это место, да. Невероятно. Как правило, если на дальневосточной реке есть перекат, то там будет и хариус. Эта рыба с видимой легкостью противостоит мощному потоку. В копе хариус не только силен, но и очень красив. Один из гидов поймал такого красавца с поплавочной оснасткой. Особи такого размера обычно уже настоящие хищники. Однако на копе они явно предпочитают мушки с пеннинговым приманком. Это особенность водоема, с которой необходимо считаться. Более хищным хариус станет осенью. В целом копе оказалось очень красивой рекой. Места для ловли тут на любой вкус. Особенно много коряженков. Но вот быстро развить первый успех нашим рыболовам не удается. Речка оказалась с норовом. А половить тут есть кого. Нишу средних хищников в реке успешно освоили дальневосточные гольцы – мальма и кунжа. При везении можно рассчитывать и на вполне солидные экземпляры весом несколько килограммов. На нерест в реку заходят три вида тихоокеанских лососей. Наиболее массовые из них – горбуша и кита. В начале лета сюда приходят и сима. Причем не мелочь, как на Камчатке, а та самая легендарная, от которой сходит с ума японцы. Увы, в августе ее в реке уже нет. Лишь отдельные, доживающие свой век особи. И, наконец, главное богатство реки – его величество – сахалинский таймень. Эта рыба редкая, сильная и своеобразная. Этот хищник может достигать веса в несколько десятков килограммов. Знатоки утверждают, что сахалинский таймень очень привередлив. Договориться с ним сложнее, чем с его сибирским тезкой. Сложности начинаются уже с момента поиска. Хищник может быть везде, даже на откровенной мели. Но никогда нельзя сказать, где он будет точно. Правда, из поиска можно сразу исключить очень глубокие ямы. Как ни странно, но их сахалинец недолюбливает. Гораздо чаще он попадается на плесы. Но попасть приманкой под нос тайменю – это только полдела. Нужно, чтобы она ему понравилась. Как внешне, так и игрой. Часто и цвет имеет значение. Гиды заранее предупредили, что местные лососевые предпочитают воблеры. И это действительно так. Однако практика показала, что некрупные таймени не отказываются и от колебалок блюфокс. Вполне возможно, что и трофейным хищникам эти блесны придутся по вкусу. Места вокруг реки дикие. Практически на любой косе можно заметить следы диких животных. Особенно много медвежьих. Как известно, этот хищник тоже любит рыбалку. В этом году, правда, с ней у него проблемы, несмотря на низкий уровень воды. По словам гидов, в реку зашло мало горбушек. Зато эта рыба ничуть не скрывала своего присутствия. Показывая свои стоянки регулярными всплесками. Как правило, воздушные процедуры принимали самцы разного веса. Увидеть горбушу – это не то же самое, что ее поймать. Чаще всего эта рыба просто подбагривалась. При этом не имела значения, насколько медленно двигалась приманка. Создавалось впечатление, что рыба ее просто отгоняла, толкая тело. Впрочем, примечателен сам факт активного поведения горбуши в конце августа. Время ее пребывания в реке, как и у Симы, к этому моменту должно было закончиться. Ведь основной заход был еще в июне. В реальности все сложнее. И лето выдалось прохладным, и сроки захода горбуши значительно растянуты. В то время, когда тушки одних рыб, прошедших жизненный путь до конца, белели на мелководье и становились кормом ворон, некоторые другие еще блистали серебристым нарядом. Ну а подавляющее большинство горбуши, разумеется, было в предельно лошалом виде. Виктору Скворцову попался небольшой самец. Однако вывести его оказалось непростой задачей. Резвость лосося многократно усиливал поток воды на сливе в перекат. Струя давила на плоскотелую рыбину, увеличивая нагрузку на снасть. Многие внешнеперспективные точки пустовали. Возможно, что рыба там была, но просто не хотела клевать. Зато другие места радовались серии поклевок. Как правило, хищники реки Копи держались в затяжках, неподалеку от основной струи. Ближе к вечеру лодки с рыболовами оказались в нижнем течении Копи. Это участок основного русла длиной всего несколько километров. Река тут течет не единым потоком. Хватает старец и заливы. Течение умеренное, а в предаточных водоемах практически стоячая вода. В почти повсеместном коряге местами настоящие завалы. Было несколько непривычно ловить лососевок в таких условиях. Однако рыба здесь точно присутствовала. Более того, опытные гиды заявили, что именно в Низовье наибольший шанс на поимку трофейного таймена. Однако в медленной воде рыба более привередлива. Ей надо угодить. Чем? Это всегда вопрос. Вот этого небольшого тайменя, похоже, удивила и прельстила колебалка от Блю Фокс. Гораздо чаще этой рыбе, наверное, доводилось видеть воблевы. Дальневосточная морская красноперка – это настоящий хищник. Где-то ее ловля была бы настоящим удовольствием для спиннингистов, особенно если использовать легкие снасти. Здесь же она никому не интересна, кроме самого сахалинского тайменя. Для него красноперка – традиционный пункт в меню. Гиды медленно проводили лодку по красивейшим местам, приговаривая, что тайменей кунжа тут могут быть везде. Однако облавливание площадей приносило только нечастые поклевки небольшой рыбы. Глубоко, коряги, трава, нутноватая вода – непонятно, где тут надо ловить лососевых. И все же рыба тут явно присутствовала, иначе несколько мерб точно не стали бы тратить на этот участок свое драгоценное время. Рыболову в тюлене, похоже, воспринимали как декорацию, но определенную дистанцию блюли четко. Один из экипажей решил обловить внутренний радиус ближней к морю излученной реки. Место выглядело как типично щучье. Коса густо заросла травой, вдоль нее протянулся умеренный свал. Как оказалось, там и промышлял сахалинский таймень. Тут для него место встречи с зашедшими в реку лососями, а когда их нет, всегда можно перекусить бесшабашной красноперкой. Очередной таймень попался Анатолию Похлебкину. Эта рыбка уже немного покрупнее, весом около трех килограммов. Море оказалось всего в километре от базы. В дни без ветра грех было не выбраться на небольшую экскурсию. Но не ездить же просто так. Решили заодно проверить краболовку. Если вы смотрели американский сериал «Смертельный улов», то видели, как добывают крабов по ту сторону океана. У нас все проще. Физическая сила вместо механизмов, прибрежная зона вместо простора океана, да и краболовка всего одна. Чтобы прокормить гостей базы, ее вполне достаточно. Вот и на этот раз попалось несколько крабов, а точнее крабоидов. Морские просторы не пустовали. В море оказалось намного больше тюленей, чем в реке. Возможно, в этом месте проходит нерестовая тропа лосося или путь миграции морской рыбы. Кстати, иногда полакомиться уже самими тюленями сюда заходят крупные морские хищники, вплоть до косаток. Яри Коконин – опытнейший рыболов. В фирме Раппола он отвечает за разработку новых приманок. По долгу своей работы он ловит самую разную рыбу по всему миру. И в этом нет преувеличения. А вот половить сахалинского таймения ему довелось впервые. Какую же снасть он подобрал? Быстрому техниуму Яри предпочел среднебыстрый бестмастер. И в самом деле проводка этим спиннингом получается замечательной, а при вываживании более медленное удилище отработает лучше. Подробнее об этом замечательном спиннинге рассказывает Александр Котков. Компания Шимана представляет новое удилище Бестмастер. Это новая модель с прогрессивным дизайном. Здесь мы можем видеть и разнесенную рукоятку. Кольца здесь компании Фуджи установлены. Удилище выполнено с использованием волокна Биофайвер и графита XT60. Отличается быстрым строем, имеет легкий вес и высокую чувствительность. Обратите внимание, на шпулю катушки Яри намотал плетенку. Однако возле приманки длинный и толстый флюорокарбоновый поводок. Вода в копе пусть и чуть мутновата, но рыба вполне может заметить шнур. Кроме того, флюорокарбон меньше изнашивается при контакте с камнями и корягами. Сахалинский таймень – это очень агрессивный хищник. Он набрасывается на свою жертву, хватая ее поперек. Не случайно он часто засекается на брюшной тройник воблера. Снять рыбу с этого крючка намного сложнее. По возможности лучше не брать трофей в руки, а пользоваться подсачеком или отцеплять тайменья еще в воде. Эта рыба очень бойкая, и крючки могут запросто оказаться у вас в руке. Яри Коканин, похоже, нашел свою самую эффективную приманку на этой реке. Ей стал воблер Шедоурам. Эта приманка очень податлива, ее можно вести и равномерно, но лучше твичингом. Конкретные параметры проводки стоит подбирать под место ловли и активность хищника. Если это удалось, то воблер начинает творить чудеса, а с трех тройников будет сложно убежать даже самому потоперчивому хищнику. Кстати, обратите внимание, колебания самих тройников отнюдь не второстепенный фактор. Их мерные покачивания также привлекают рыбу. Послушаем Александра Коткова. Великолепная приманка в линейке воблеров Раппала – это Шедоурап. Сделана приманка из пластика, оснащена тремя острыми крючками ВМС. Внутри воблера находится голографическая фольга, которая отражает много света и делает эту приманку заметной даже в мутной воде. Эта приманка великолепно сбалансирована стальными и вольфрамами шариками, обладает великолепной аэродинамикой, очень хорошо и далеко забрасывается. Приманка используется на глубине до 1 метра. Великолепно, подходит для твичинговой проводки, собственно, для чего она была разработана. Неудивительно, что этот воблер в одночасье стал на копе хитом. Оценила его и небольшая кунжа. Она схватила его вдогон, что довольно типично для этих гольцов. Увы, крупные особи кунжи тоже ушли на нерест. Причем это случилось всего за несколько дней до приезда экспедиционеров. Возможно, в успех приманки именно на этом месте внесла свою лепту и расцветка. Сейчас вечером мы с моим товарищем Яре вышли на рыбалочку и отлично работают расцветочки под форель. Хотя они и называются расцветки форель, но на самом деле таймень, сахалинский таймень, он выглядит практически так же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова